Друзья, как обычно, с радостью вас приветствую. Сегодня будет два информационных повода для видео. Первое это как показывать себя ноутбуки и ферма на Binance Pool, как по доходности и самое главное, стоит ли входить майнинг с ноутбуками и фермой в данный момент. Я посчитаю, какой сейчас доход, какой хешрейт и какая окупаемость. Начнем со второй темы. Я тут уже на страховке повыписывал. Итак, будем обсуждать тему ноутбуков и ферм на примере именно моих, за сколько я их покупал, сколько выдают мегахеш, какие видеокарты, общая сумма, ну и, собственно, время окупаемости. Итак, у меня на данный момент 5 ноутбуков. MSI Alpha 15, Acer Nitro, HP Pavilion, Asus ROG и MSI. Подробнее я все покажу, но начнем. Один для наглядности поставил, по остальным пройдемся чуть позже. Итак, Acer Nitro я покупал за 54 тысячи рублей. У него видеокарта RTX 2060. Вы можете его увидеть в позапрошлом видео. Вот он стоит, значит, я ему разблокировал ядра, сейчас он выдает порядка 29 мегахеш. Покупал за 54 штуки. Некоторые могут говорить, да, ты купил недорого или наоборот дорого. Я буду на своих примерах показывать. Следующий ноутбук, это непосредственно этот MSI Alpha 15 с видеокартой RX 5600M, Radeon. Купил я его по космической цене за 83 тысячи рублей, но выдает он неплохо. Я написал 35 мегахеш, хотя вот я смотрю, он меньше показывает. 34 и 5. Эти результаты, которые в майнере, они будут тоже усреднены, потому что мы зайдем на статистику Binance и посмотрим, сколько он выдает каждый день. Настраивал в районе двух дней и пулы, и настройки ноутбуков. Сейчас последние два дня работает стабильно, выдает примерно один и тот же хешрейт с одинаковыми показателями доходности. По нему мы и будем считать. Следующий ноутбук, HP Game Pavilion. Ну, Жора потише, видео снимается вообще-то. HP Game Pavilion с видеокартой 1660Ti и Max-Q выдает порядка 20 мегахеш. Покупал за 54 тысячи еще в феврале, если не ошибаюсь, или в марте. То есть он довольно-таки долго уже стоит, хорошо себя, кстати, показывает. Следующий ноутбук, это непосредственно вот тот, кто смотрит видеоролики, знает. Но я покажу потом подробнее, который стоит под фермой. Почему под фермой? Потому что он сильно орет. Орет из-за кулер-буста, потому что показывает высокие температуры. Брал я его, вот этот точно в феврале брал, с RTX 2060, показывает 27 мегахеш. Раньше показывал и того меньше, пришлось подразогнать. И Asus ROG, вот этот ноутбук, который я тоже позапрошлым видео показывал, с видеокарты 1660, показывает 30 мегахеш, ведет себя стабильно. Так вот, при подсчете всех ноутбуков они вышли за 306 тысяч рублей. Я сейчас не буду считать, сколько я заработал уже с них, непосредственно будем считать с этой даты. 36. И ферму, которую я брал с пятью видеокартами 1660 Super, вышло 250. Итого сумма 556 тысяч рублей. Итак, переходим к следующему моменту. Следующий момент. Смотрим доходность. Да, раньше была больше и все такое, но мы сейчас будем смотреть конкретно по 29 сентября 2021 года. Итак, доходность вот при, значит, когда я настроил... Так, что у нас тут седьмое? Подождите, а почему? Секундочку. А, вот. Вот, видите, я тут баллся с настройками. Значит, при мобильных настройках получается, значит, в день... Сейчас мы тоже с вами запишем 00604... Так, 00604... 662... Вот, можете проверить. 00604662. По статистике, значит, вот, какую показывает статистику. Это с пяти ноутбуков и пяти видеокарт 306. Иногда показывает больше, иногда меньше. В среднем где-то 310. Так и должно, в принципе, получаться. Вот эти воркеры. Ну, вот то, что он показывает красным, это просто иногда обновляется этот пул. И ничего страшного. Я раньше обращал внимание, типа, что они не работают. На самом деле все работают. Как можно обратить вот реальные цифры хэшрейта. Значит, альфа, MSI 2060, как ни странно, 30-ку показывает. Ну, вот, в принципе, цифры такие. Если усреднить, примерно каждый по 30 будут показывать. Итак, что мы имеем? Значит, смотрим курс эфира. Ну, и сколько вот это доходность у нас. Так, сейчас. Значит, стоимость эфира в данный момент 2,896. Значит, умножаем 2,896. Умножаем на вот эту цифру ежедневную. 0,00604662. Итак, получается ежедневная доходность 17 долларов и 51 цент. Так, записываем. Блин. Секунду. Так, вот я записал 17 долларов и 51 цент. Курс доллара на данный момент у нас 72,66. Соответственно, умножаем эту цифру на 72,66. И получаем вот такую цифру. 1,272 рубля. 1,272 рубля. В день с 306 мега хэш. Ну, и что? Теперь нашу цифру. 556,556,000 рубля. Делим на 1,272. И вот что мы имеем. Окупаемость данной фермы с ноутбуками 437 дней. Повторюсь, это именно за один день, я считаю. Вчера было чуть меньше, так как я играл с настройками. Поза вчера тоже чуть меньше. Поза поза вчера чуть больше. Но суть, я думаю, вы поняли. То, что сейчас доходность стала меньше. Слабые игроки, те, кто в кредит, им будет чуть сложнее. Сильные будут ждать повышения курса. Я думаю, для них не беда, будет ждать и год, и два. Ну, все. Я думаю, выводы каждый сам для себя сделал. Подсчеты также были математически сделаны. Сейчас по бинансу. Я в полном восторге. Скажу вам прямо. Из 1111 шар, ноль режектов, ноль отклоненных и ноль каких-то инкорректных. Это на примере данного ноутбука MSI Alpha 15. По температурам он всегда выше всех остальных. Показывает 69 градусов, 70. Но, сколько бы я его не хаял, посмотрите, что получается. Он самый стабильный. Вот так. Давайте сейчас по остальным ноутбукам посмотрим и температуры, и режекты. И будем закругляться потихоньку. Итак, Asus ROG. Температура в позе рака примерно 53-54 градуса. Ну, в таком положении чуть больше. Но, тем не менее, это отличные показатели. Здесь видеокарта 1660 полноценная. При разгоне 699 показывает, как я говорил, 30 мега хэш. Вот, недавно обновился майнер. Тут какие-то выводы сложно делать. Но, по моему опыту, я смотрел. Или вчера, или позавчера было 500 решенных, ноль отклоненных. Показывает себя стабильно. Далее, HP Game Pavilion с видеокарты 1660 Ti Max-Q. Показывает порядка 60 градусов при разгоне. 900 показывает 29,2. Ну, тут тоже, видите, обновился майнер. Ну-ка, а тут... А, ну вот тут, к примеру. Смотрите. Это Acer Nitro 5. Самый крайний ноутбук, который я покупал. Видеокарта полноценная RTX 2060. При разгоне 701 и настройке курвы. Курвы я примерно везде настраиваю одинаковое. При нажатии Ctrl-F. Только не в майнере, конечно же. МСА в Табернере. Вот такая прямая. Настраивайте не как я, а сами под себя. Экспериментируйте. Так вот. Здесь, значит, видеокарта RTX 2060. При разгоне 701 показывает 56 градусов. 173 шары. Ни одной инкорректной режектор или отклоненной. Ну и перейдем к МСА. Кстати, снимаю сейчас на Galaxy S20 FE. Вполне мне нравится. Здесь процессор Snapdragon. И такой телефон, знаете, себе хочу оставить. По фермам рассказывать особо нечего. Температура всегда порядка 50 градусов. Работают стабильно. Единственное, три дня назад я уходил. И полностью свет вырубался. Стабилизатор не спас, так как у него аккумулятор уже не полной емкости, а такой себе. Короче, емкости. Вот. И она отрубилась. Пришел, включил, перезагрузил этот стабилизатор. Включил ферму. Все. Так, по МСА. Вот хочу обратить ваше внимание, когда в Binance пуле воркера пишет неактивно, это просто перезагружается пул. Не знаю, с чем связано и зачем ноутбуки это делают, но некоторые, как МСА и Альфа, допустим, уже 1200, да? А некоторые доходят до 300, до 400 и перезагружаются. Но, опять же, я в этом ничего страшного не вижу. Ну, какие-то две минуты без майнинга, на перезагрузку пула ничего страшного. Итак, МСА самый шумный, потому что он самый горячий. Я здесь выкрутил вентиляторы на максимум, Cooler Boost, чтобы показывало приемлемые температуры. При разгоне по памяти 1200 показывает 27 МГц. Но также ведет себя довольно-таки стабильно и претензий уже особо нет, кроме шума. Шум меня напрягает, я бы этот ноутбук на какой-нибудь SR Nitro поменял, к примеру. Так, ну вроде в этот раз получилось подробно. Видео вроде за 15 минут не вышло. Истории с жизнью особо никаких нет будут. Забрали диван, забрали диван, тут столько места появилось. Знаете, что решил тут сделать? В общем, поставить здесь стол, игровой стул, здесь полки, полки поставить. И подсветку RGB, ну просто для себя, знаете, чтобы как-то уютнее было. Видите, у меня не стола, ничего нет, сижу на диване, блин. Вот. Вчера, кстати, мидии ел. Машину продал, ощущая уже эти первые некомфортные ситуации. Например, там с девчонкой куда-нибудь в кафе пойти, это все. Это под заморочиться, ее на такси привезти себя. Я так вот ел вчера мидии, такая кафешка в Перми открылась на пролетарке. Если кто-то из Перми, можете зайти, называется Диваноч. Попробуйте там мидии. Так, ну что, все. Смотрю на статистику, как обычно, очень много людей смотрят без подписки, порядка 75%. Ребят, подписывайтесь, постараюсь радовать вас какие-то отчетами, новостями. То есть я ничего не скрываю, говорю как есть. Так что подписываемся на канал, ставим лайк, ну или дизлайк, кому как нравится. Пишите комменты. Также в последнее время оставляю ссылку на инстаграм. Если какие-то есть вопросы, можете туда писать. Отвечаю по мере возможности. Также под видео есть все ссылки на Binance, реферальная ссылка. И на что еще. В общем, все ссылки я оставляю, чем пользуюсь сам. Все, на этом до свидания. Пока.